здравствуйте дорогие подписчики и гости моего канала так как скоро старый новый год решила с вами поделиться рецептом вареников я сегодня буду готовить вареники с тремя начинками у меня будет картофельная начинка вишневая начинка и творожная начинка сначала приготовим картофельную начинку я заранее картофель отварила в мундире почистила и помела вилкой сюда добавила зеленый лук добавлю немножко соли и добавляем специи по вкусу я добавлю немножко черного молотого перца немножко такого острого перца красного добавлю немножко красного сладкого перца и добавлю пару капель оливкового масла или подсолнечное масло что у вас есть под рукой при желании можно добавить немножко сливочного масла все хорошо смешаем и начинка готова теперь готовлю вишневую начинку вишневую начинку я взяла вот такой мягкий творог 9 процентной жирности сюда добавлю щепотку соли у меня будет не сладкая начинка и 1 яичный желток можете готовить сладкую творожную начинку в этом случае можно сюда добавить сахар и ванилин и это хорошо все перемешаем вилкой творожная начинка готова теперь готовим вишневую начинку вишня у меня замороженная я заранее достала из морозильника посыпала сахаром оставила всю ночь на кухонном столе и потом на следующий день сцедила сахар добавляйте по вашему вкусу в принципе вишня для начинки уже готова но во время формовки вареников нам еще понадобится немножко сахара и крахмала крахмал я добавляю для того чтобы из вареников сок вишни не вытек теперь готовим тесто для вареников нам для этого понадобится мука яйцо я взяла одно яйцо щепотка соли и жидкость я взяла смесь воды и молока можете делать только на воде или только на молоке теперь муку добавлю соли мука заранее просеянная сюда добавлю яйцо и жидкость жидкость у меня теплая молочная водяная смесь теплая добавлю понемножку нужно замесить эластичное мягкое тесто но не жидкое не липкое тесто советую жидкость добавлять постепенно чтобы регулировать плотность теста под видео я укажу точное количество всех ингредиентов еще немножко капельку нужно добавить и все домешу тесто на столе стол слегка подсыплю мукой переношу тесто на стол у вас может муки уйти чуть больше или чуть меньше чем я укажу в рецепте это зависит от качества муки мое тесто уже готово у меня вот такое мягкое эластичное гладкое я его месила около 7 минут и оно у меня вот такое я его поделила на две равные части вот такое она внутри мелко пористое и очень мягкое подкатаем шарик тарелочку подсыплю мукой поставлю кусочки тесто сверху накрою пищевой пленкой я ставлю на 10-15 минут чтобы тесто отдохнуло пока отдыхает тесто я приготовлю луковую зажарку для вареников с картофельной начинкой луковую зажарку я буду готовить и на топленом масле вы можете если у вас нету топленого масла можете готовить на сливочном масле или на растительном масле кстати рецепт топленого масла есть на моем канале ссылку найдете в описании под этим видео добавлю топленое масло зажарка на топленом масле получается просто с превосходным вкусом я добавила совсем немножко количество масла можете регулировать по вашему вкусу я это поставлю на медленный огонь и пожарю до золотистого цвета я сделаю соус к вареником с вишневой начинкой это сок который стек от замороженной вишни сюда добавлю одну или две чайные ложки крахмала ну пожалуй добавлю 2 поставлю на медленный огонь и уварю до загустения вот такой вишневый соус у меня получился я добавляю красного острого перца черного перца и добавляю немножко паприки и щепотку соли вот такая очень красивая ароматная зажарка получается тесто хорошо отдохнуло раскатываем тонко я раскатала тесто достаточно тонко вот так вырезаем кружочки диаметр моего стакана 9 сантиметров остатки теста убираем скатаем в шарик его можно потом вторично использовать пока формы и вареники нужно поставить кастрюлю с водой на плиту вареники будем варить в кипящей подсоленной воде на кружочки кладем картофельную начинку количество начинки делайте на ваш вкус сильно много начинки класть не надо чтобы потом она не порвала тесто формуем вареники на этом этапе вы можете начинку класть сюрпризы если вы готовите вареники сюрпризами но этого делать не буду можете формовать просто вот так или же потом делает такой узорчик вот такой вот такая красота получается вата уже закипела добавляю соли воду опускаю вареники вареники я варю отдельно картофельные отдельно с творожной начинкой отдельно и с вишневой начинкой тоже отдельно когда вареники всплывут на поверхность с этого момента варим еще пару минут вареники уже готовы теперь сюда добавлю луковую зажарку вот в таком виде я подам вареники на стол советую обязательно картофельные вареники подайте с луковой зажаркой это очень вкусно раскатываю второй кусочек теста смотрите какое шелковистое тесто получилось мелкие мелкие пузыречки на поверхности теперь формуем вареники с творожной начинкой также кладем начинку и формуем вареники вот такой вареник у нас получается также формуя все остальные теперь форма и вареники с вишневой начинкой кладу вишню количество вишни тоже возьмите на ваш вкус я сделала маленькую порцию всего там семь штук сверху слегка посыплю крахмалом я взяла кукурузный крахмал совсем немножко нужно посыпать совсем чуть-чуть я вишнюю проверила на сладость она достаточно сладкая поэтому я сахара добавлять не буду тоже формуем защипываем хорошо чтобы сок не выйти как туда я думаю даже можно вишню порезать мелко чтобы можно было спокойно много начинки внутрь класть у меня осталось а вот такой комочек тестом это остатки теста заверну пищевую пленку и поставлю в холодильник завтра тоже сделаю свежую порцию вареников а вы можете слепить вареники и заморозить я на плиту поставила сразу две кастрюли с водой 1 для вареников становится açing а другая для вареников с вишневой начинкой посолю сюда где я добавила побольше соли опуская вареники с творожной начинкой а воду для вареников с вишневой начинкой я посолила совсем немножко но соль в воду добавлять обязательно надо вареники уже готовы сначала достаю с вишневой начинкой сейчас сниму с творожной начинкой к вареникам с творожной начинкой добавлю топленое масло вот такие очень ароматные красивые вареники у учились это пока оставлю в сторону а к сладким вареникам добавлю вишневый соус и можно еще добавить сметану но я сметану не люблю поэтому буду есть только с вишневым соусом вареники уже готовы можно подать на стол жаль что камера не передает аромат вареников пахнут просто бесподобно таким был мой сегодняшний рецепт надеюсь он вам понравился подписывайтесь на мой канал пишите комментарии ставьте лайки это будет ваш вклад в развитие моего канала а я как всегда желаю вам отличного настроения поздравляю со старым новым годом и увидимся в новых видео и Субтитры подогнал «Симон»